Мы продолжаем. Сохранение казахских пород собак Тазей Тобет взял под патронат глава государства. Хасмжумар Токаев поручил управлению делами президента координировать восстановление популяции казахских пород собак. Если разведением казахской борзои еще занимаются в сельских районах, то порода казахского волкодава Тобет практически утеряна. Марина Золотарева узнавала, как поднять имидж собак-кочевников. Джек – неоднократный поведитель бегов среди казахских борзых. Около шести лет назад Анна Захарова нашла его больного на улице и выходила. Сегодня изможденный щенок превратился в выносливого красавца. Джек – отец уже 30 щенков. Анна стала ярой поклонницей этой породы. У Джека появилась маленькая напарница – двухмесячная Сати, которую девушка спасла от усыпления. Анна считает, что Тазы – национальное достояние. Чтобы его сохранить, нужно решить ряд проблем. На данный момент, к сожалению, нет определенного стандарта этой породы. Нужно проводить генетические исследования, так как у нашей породы в принципе нет сейчас собственного генкода. Для того, чтобы его выявить, соответственно, нам нужно собирать кровь со всех собак, и со всех этих собак исключать другие породы. И, соответственно, здесь опять же очень большая лабораторная работа. Если действительно у нас будет определенный комитет по тому вопросу, который будет решаться именно на фоне документации, то это будет вообще отлично. В Хранинской области несколько раз в году проводятся забеги для казахских борзых. Полевые испытания собак нужны кинологам для племенной работы. Они отбирают лучших производителей. При этом древнейшая порода собак международным кинологическим объединениям еще не признана. В научно-техническом архиве, в других редких фондах хранятся фотографии настоящего таза 19 века. Казахскую борзую можно увидеть и на петроглифах. Иногда она изображается рядом с волком. Важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации. Точное число чистокровных тазы в Казахстане назвать никто не берется. По словам экспертов, их не более пяти сотен. Главная внутренняя проблема при разведении – метизация. Собаку нередко смешивали с другими породами. А вот то бед практически утерян, считают кинологи. Под классические описания казахского волкодава подходят буквально единицы собак. Чтобы примерно понять, сколько их насчитывается в регионах, нужны экспедиции в глубинке. Для восстановления казахских пород создана рабочая группа. Ее задача – изыскать финансирование для создания генофонда, рассмотреть возможные формы господдержки и подготовить пакет законодательных норм. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Зарина Зулпыхар, Краганда, Хабар, 24.